МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гран-при у фильма «Фуга». В Чебоксарах закрылся Чувашский кинофестиваль «Азам». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пять лет в едином строю. Что сделано и как будет дальше развиваться система управления обороной страны, обсуждали сегодня участники Всероссийской видеоконференции. В их числе был и глава республики Михаил Игнатьев. Подробности в следующем материале. Для оперативного решения задач в области обороны необходим эффективно работающий механизм. Сейчас, отмечает министр Сергей Шойгу, на первый план выходит развитие системы информационного взаимодействия ведомств. Правительство страны, региональные власти и крупные корпорации звенья одной цепи. За координацию действия отвечает Национальный центр вооруженных сил. Проведен комплекс мероприятий по подготовке органов управления, министерств и ведомств к совместной работе. При этом алгоритмы взаимодействия опробированы на стратегических учениях и тренировках. Свои высокие возможности данная система доказала при выполнении более 1600 различных задач. Особое внимание следует уделить ее совершенствованию на уровне субъектов Российской Федерации. Необходимо продолжить развитие защищенного и конфиденциального сегмента единого информационного пространства межведомства взаимодействия. Система информационного взаимодействия показала свою эффективность при ликвидации ЧАЭС и реализации программ модернизации вооруженных сил. Еще одна важная задача Национального центра – контроль за стратегическими объектами. В прошлом году мы начали контролировать в том числе и отдельные объекты военно-промышленного комплекса, которые проходят по программе реконструкции Министерства промышленности. Мы контролируем все полигоны без исключения, что позволило нам вывести задействование полигонов более чем на 80%. Все это, безусловно, возможно только в строгом и жестком взаимодействии с другими министерствами и ведомствами. В ближайшие годы, отмечает федеральный министр, будут созданы и центры управления субъектами. Они должны укрепить обороноспособность страны. Глава региона поручил обратить особое внимание и на модернизацию системы электронного взаимодействия. Гильдия ремесленников Чуваши отмечает круглую дату. Вот уже 15 лет мастера художественных промыслов сохраняют и приумножают народные традиции. Лучшие из них сегодня чествовали в торгово-промышленной палате республики. Здесь видите, само полотно, цельное, идет вот, цельное полотно, как бы полотенчатое. Здесь нет ни заплаток, ни чего, он просто целиком идет. Дизайнер Нина Наумова показывает, как задумки воплощаются в жизнь. Этот национальный костюм на ее счету восьмой. Над его созданием трудились ткачейки, вышивальщицы, мастерицы бессероплетения. Все участники гильдии ремесленников, которые объединяют более 400 человек. Гильдия мастеров – это как сердце такой большой саморемесленной организации. Любой народ, если он сохраняет свою культуру, он живет в настоящем, прошлом и будущем. Понимаете? Только творчество, оно развивает человека. Потому что в творчестве человек не стареет, он молодеет. Гончарное искусство, лозоплетение, ткачество и вышивка. Ремесла в республике живут веками. И с течением времени они становятся разнообразнее. На ряду с традиционными ремеслами мастера успешно осваивают и новые направления. Такие как фьюзинг – это художественное изготовление изделий из стекла, пейчворк – картина из лоскутков, да, лоскутное одеяло бабушки в старину делали. Сейчас это пейчворк, картина, валяние, бессероплетение, художественное изделие из металла, ковка, кожевенный промысел. Гильдия ремесленников регулярно организует выставки, создает новые площадки для обмена опытом и реализации продукции. Город мастеров – одна из них. Этот проект удалось реализовать при поддержке республиканских и городских властей. За 15 лет мы поднялись на совсем другой уровень. Можно сказать, не только, допустим, уровень какого-то муниципального образования, не только уровень чувашки республики. Когда туристы скупают ваши товары, ваши изделия, это о многом говорит, потому что эти товары распространяются уже по всем странам мира. Совместную работу необходимо продолжить, уверены обе стороны. Создать отделение гильдии в районах республики, оборудовать торговую зону в Чебоксарском речном порту, уменьшить налоги. Преместленники поделились своими идеями с органами власти. И по традиции в праздник не обошлось без подарков. Лучшие мастера получили грамоты и благодарности. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. 20 ноября во многих странах отмечают Всемирный день ребенка. В его рамках проводится много различных мероприятий по защите прав и интересов детей. В Чебоксарах, в многофункциональном центре, судебные приставы провели общественный прием граждан по правовой помощи несовершеннолетним. Валентина Васильевна представляет интересы своей внучки. Ее давно уже бывший зять задолжал ребенку некоторую сумму денег. С каждым годом долг только увеличивался. Алименты мужчина не платил и на связь не выходил. Валентина Васильевна обратилась к судебным приставам и дело сдвинулось с мертвой точки. Им удалось установить новое место жительства должника и уведомить его работодателя. Те меры, которые мы могли реализовать в рамках действующего закона об исполнительном производстве с учетом ограничительных мер, мы все это сделали. То есть сейчас, где он в Москве, мы будем дальше выяснять. По месту работы направили, получим информацию, где он живет в Москве. Нужно будет направить поручение туда. Для того, чтобы проверили, с кем он там живет, какое имущество у него там есть. Потому что здесь ничего нет. На территории Чувашии ничего нет. Что предпринять, если муж не платит алименты? Как сделать перерасчет должнику и посчитать неустойку? Такие вопросы у граждан не заканчиваются. Но положительная динамика все же есть, говорят специалисты. Количество детей, которые должны получать алименты, в республике снижается. С учетом тех, будем так говорить, мер принудительного исполнения, которые дополнились к полномочиям пристава, это, в первую очередь, ограничение специального права, это реализация мер административного воздействия в части привлечения к административной ответственности по 5.35, за уклонение свыше двух месяцев от исполнения своих обязанностей по решению суда, ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации, обеспечительные меры в виде наложения запрета на транспорт, на недвижимость. То есть, все это в совокупности дало некий такой толчок к тому, что в сознании должников-алименщиков все-таки пришло понимание того, что лучше платить. Так, пять лет назад количество исполнительных производств по алименщикам было около 10 тысяч, а сегодня 7,5 тысяч. Причем в 50% из них должники приняли меры по выплате алиментов. Подробнее обо всем, что касается выплаты алиментов, расскажет начальник отдела организации исполнительного производства службы судебных приставов Почувашия Мария Кудряшова в программе «По существу». Смотрите сегодня в эфире нашего телевидения. К другим темам. Тревожная статистика. Согласно данным ГИБДД, только 50% водителей постоянно пристегиваются, находясь за рулем. Ремни на заднем сидении используют лишь 17% жителей страны. Вместе с тем, согласно другим исследованиям, применение ремней безопасности снижает риск гибели водителей и пассажиров на 50%. С начала года в Чувашии из-за неиспользования ремней безопасности в ДТП погибли 18 человек. Еще 68 получили травмы. Всего за 9 месяцев в республике произошло почти 1200 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 125 человек. Увеличилось количество ДТП с участием детей. Очень много ДТП с пешеходами. Каждый день 4-5 наездов пешеходов и на пешеходных переходах. Для нас это озвучено так. Если совершенствоваться наездов пешеход на пешеходном переходе, значит это чрезвычайное происшествие за сотрудником госавтоинспекции. Здесь мы не нарабатываем в таком направлении. Сами пешеходы не держат в безопасном расстоянии транспортных средств, которые сегодня двигаются на пешеходных переходах. Но и водители не снижают установленную скорость. Чтобы как-то исправить ситуацию, возле перекрестков выставлены дополнительные экипажи ГИБДД. Сотрудники перешли на усиленное несение службы. Если раньше, помните, было там определено, наше требование приказа было, что за нарушение только права дорожного движения, но сегодня в рамках и антирессийских мероприятий, и других профилактических мероприятий, которые проводятся на территории нашей республики, Российской Федерации, личный состав госавтоинспекции носили на усиленный вариант несения службы. Кроме того, Владимир Романов рассказал и об изменениях правила дорожного движения. Согласно им, меняется порядок проезда перекрестков с круговым движением. Водитель транспортного средства, въезжая на кольцо, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по данному перекрестку. Столица нашей республики, она всегда впереди, вы все знаете. Круговое движение у нас в республике согласно уже как нового права дорожного движения давно. В нашей республике, наверное, показалось, все знаете, круговое движение эффективно работает. Все фильмы просмотрены и все награды розданы. В Чебоксарах закрылся Чувашский кинофестиваль «Азам». 18 кинолент боролись за звание лучшего фильма чувашского производства. Документальное кино, мультфильмы, драмы, комедии, ужасы, короткометражные и полнометражные. Третий по счету фестиваль получился очень разнообразным в жанровом плане. Кинофорум открылся, показав фильма «Фуга» режиссера Марата Никитина. Фестиваль – это всегда такая рабочая тусовка, где можно пообщаться с другими режиссерами, посмотреть кино другое, чем живет мир, грубо говоря, какие мысли у режиссеров вообще, какие идеи витают вокруг. Также познакомиться с нужными людьми, как всегда, с продюсерами, с актерами. Обмен мнениями и всегда какой-то определенный праздник для кинематографистов. Картину, построенную в формате скандального реалити-шоу, жюри оценила. «Фуга» взяла гран-при фестиваля. Кроме того, победители определяли в каждом жанре и еще в 15 номинациях. Лучшая операторская работа, лучший режиссер монтажа, лучшие женские и мужские роли и другие. С наградой вернулась наша съемочная группа. Национальное телевидение поблагодарили за освещение фестиваля. Петербургский писатель, автор информационного романа «ПШ» Дмитрий Харов встретился с читателями в Чебоксарах. В преддверии выхода новой книги и масштабного тренинга в нашей республике. Ты понимаешь, что ты не просто перепрошился, ты заново начал дышать, ты заново начал летать. Ты ощутил себя как личность, ты ощутил себя в этом мире как единицу, как себя самого и тебе себя достаточно. Реальный отзыв человека, уже прошедшего перепрошивку. Читатели делились своими жизненными историями после книг и тренингов Дмитрия Хара. Такое неформальное общение с петербургским писателем организовали в одном из книжных магазинов Чебоксар. У нас нет каких-то инструкций и четких указаний, как нужно. У каждого появляется свой внутренний гуру. Просто у внутреннего гуру, у этого, на самом деле, очень простые инструкции. Они настолько простые до безумия, что вообще сложных вопросов в жизни больше не остается. Новая книга Дмитрия Хара состоит из двух частей – «Трэш» и «Сияние». Она посвящена отношениям, в основном мужчины и женщины. В книге, как и в прежних произведениях, личный опыт автора. Поиски себя, духовные практики, медитации и путешествия – это и есть трэш. В итоге вдруг начался, скажем, процесс, который стал необратимым. Процесс такого, как вы, наверное, уже догадались, внутреннего сияния. Оно пришло, как даже неожиданно для меня, и вдруг начало все налаживаться. И отношения, и жизнь. Дмитрий Хара не только писатель. Он основатель тренинговой компании «Первый шаг» и сам проводит занятия по программам личностного развития. Ближайшая, кстати, состоится 18 и 19 ноября в Новочебоксарске в санатории «Надежда». Ирина Волкова, Николай Архипов, Республика. В Чебоксарах подвели итоги межрегионального конкурса «Моя родословная». Целый год школьники создавали генеалогические древа. Перебирали документы, выписывали факты, искали и общались с родственниками. На суд жюри были представлены более ста авторских работ. Какие тайные факты открылись юным исследователям? Об этом знает моя коллега Олеся Русакова. Целый год посвятил Дмитрий Васильев изучению родственных связей. Он еще учится в седьмом классе, но уже знает историю всей своей семьи. Школьник представил четырехметровое полотно, на котором более 300 имен ближних и дальних родственников. Главным помощником стала мама. Вместе с ней Дима собирал информацию о своих предках. Вообще семейная география у Васильевых оказалась очень широкой. Родственники по всей Чувашии. А многие ветви генеалогического древа уходят даже за границу. Выяснили, что у нас родственники живут во всех странах, и в Китае, и в Америке. У нас есть такие родственники, как Эдгар, Майкл, оказывается. Конкурс проходил в два этапа. В нем приняли участие школьники из многих районов Чувашии, а также соседних регионов Ульяновской области и Татарстана. Победителем стала ученица и Бресинской школы номер два Мария Ядрецова. Она составила родословные древо своей семьи даже не до седьмого, а до восьмого колена. Работу помогли делать мне разные люди, родственники, интернет-ресурсы, разная литература, и также разная информация. Очень рада, что получила первое место. За Машу очень рада, что она дальше стимулирует ей, дальше работать, продолжить вот эту работу. Потому что она во все времена, эта работа, она очень актуальная. Мы должны знать свои корни, потому что, зная свои корни, мы можем предугадать, что же с нами дальше будет. Очень актуально на сегодняшний день и во все времена. Организаторами конкурса выступили Чувашская народная академия наук и искусств, Союз чувашских краеведов, Республиканский фонд поддержки Чувашской национальной культуры Сувар и редакция журнала «Азамат энд Шевле». Они лично приехали поздравить всех участников конкурса, а также поделиться своими впечатлениями о работах. Мы в журнале «Азамат Шевле» проводим много конкурсов викторин по краеведению. Вот любимые чебоксары провели. Мы сейчас вот объявляем конкурс по чувашским богам, божествам тоже будет в конкурсе. А этот конкурс не только викторина, а это конкурс как практическая работа. То есть эти работы, они уже готовы для участия на разных конференциях. Конкурс «Мояра» дословная завершен, но жизнь продолжается. На каждом генеалогическом древе будут появляться новые побеги. А это значит, что стать семейным летописцем никогда не поздно. Олесь Русакова, Арен Агавелян, Республика. В эти минуты в Театре оперы и балета открывается 27-й международный оперный фестиваль имени Михайлова. Фестиваль входит в десятку лучших осенних фестивалей России. Сейчас в Театре оперы и балета находится наша съемочная группа. А счастье было так возможно, так близко. Но судьба моя уж решена. Всем известная фраза пушкинской Татьяны из романа Евгения Онегин прозвучит здесь с минуты на минуту. Одноименной оперы открылся 27-й по счету международный оперный фестиваль. И это, пожалуй, лучший подарок всем поклонникам жанра. Чайковский сумел передать все тонкости сюжетной линии. Тоску одиночества, безудержную грусть, роскошь и праздность светской жизни. Убедиться в этом собралось много ценителей. В зале «Яблоку негде упасть». В самом ярком культурном событии осени примут участие около 600 артистов. У нас в гостях известные музыканты и солисты со всей России и зарубежья. В программе фестиваль оперы «Любовный напиток», «Регалета», «Арт-проект», «Сенара» 21 века. А завершится фестиваль традиционно галоконцертом. 21 ноября на сцене Театра оперы и балета выступят солисты известных музыкальных театров из Италии, Румынии, Греции и Китая. Впереди много всего интересного. Приходите, вы точно не пожалеете. В Чебоксарах соберутся звезды женской вольной борьбы. В нашей республике впервые пройдет Кубок мира по этому виду спорта. Главный тренер российской женской сборной уже привез в столицу Чувашии всю национальную дружину. За их тренировкой наблюдала наша съемочная группа. Проход в ноги, мельница, бросок через себя. Своё мастерство шлифует сборная России по женской вольной борьбе. Схватки сильных представителей слабого пола по зрелищности ничем не уступают мужским. Такие же приемы и правила. Но стиль у женщин все равно немного другой. Будут бороться в каждой весовой категории. По регламенту Кубка мира борются два человека. Команда же на команду борьба идет. Поэтому может команда позволить себе поменять кого-то участников на другого. Ну, это тактический вариант. За Кубок мира будут бороться восемь стран команд. Япония, Китай, США, Азербайджан, Монголия, Швеция, Украина и Россия. В нашей сборной и взрослые достаточно опытные борцы. И те, кто первый раз выступает на таком уровне. Сплав опыта и молодежного азарта должен дать плоды, уверен, олимпийский призер 2016 года Екатерина Букина. На Кубке мира, я думаю, самым главным соперником будут все-таки японки. Поскольку они законодательницы. Но все равно русский дух есть русский дух. Я думаю, что девочкам по силам. И выиграть у них тоже. Хоть какие бы они ни были, мы все равно сильнее всегда. В схватке времени на раздумье нет. Решение нужно принимать мгновенно. Иначе не победить, говорят спортсмены. Что такое подножки, подсечки и зацепки, чемпионка мира среди студентов Вероника Чумякова знает еще со школьной скамьи. Наша землячка будет бороться в весе до 55 килограммов. Тяжело, подготовка. Очень напряженно, так как очень на меня много возложено. Так как в Чувашской республике я выступаю одна. Мне кажется, что легче, когда дома. На расстоянии все равно тяжело, думаешь о родителях. Популярность вольной борьбы среди представительниц прекрасного пола растет из года в год. Сейчас в Чувашии этот вид спорта активно развивается. Мы впервые это проводим, эти сборы. Мы всецело поддерживаем начинание Федерации спортивной борьбы России, которая собирается внедрить 10 центров женской борьбы, развития женской борьбы. И один из центров, который предполагается здесь, в Чувашской республике. Мы планируем открыть этот центр в Новочебоксарске. До одного из главных событий спортивного календаря, Кубка мира по вольной борьбе среди женщин, остается чуть более двух недель. Розыгрыш пройдет 1 и 2 декабря в Ледовом дворце Чебоксары-арена. Рифат Фадкулин, Александр Петров, Республика. Предстоящую субботу, 18 ноября, в Чувашии пройдет очередной день здоровья. Это означает, что бассейны, спортивные залы и катки во всех муниципальных и республиканских спорткомплексах можно будет посетить бесплатно. Информацию о времени посещения в каждом конкретном учреждении просят уточнять заранее. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова